Константин Иванов задает вопрос. Хотелось бы узнать, каков фонд заработной платы и сколько в штате фонда работников? Обязан ли владелец жилья платить на капремонт, если с фондом у него нет договора? Сразу хотелось бы оговориться, что фонд в период своего создания занимает позицию открытости, поэтому в этой связи у нас никаких тайм нет, тем более всю эту информацию можно почерпнуть на нашем официальном сайте. На конкретный вопрос, конкретный ответ. 45 человек, штатное расписание численный состав фонда, это включая сотрудников работающих территориальных отделов на территории Ямал-Анецкого автономного округа. Фонд заработной платы составляет, согласно последним отчетным данным, 65,4 миллиона рублей. В год? В год или? В год, в год. Что касается наличия договорных отношений между фондом и собственником, такая обязанность упразднена в 2015 году. Соответственно, наличия договорных отношений для оплаты взноса не требуется. Оплата взноса в силу закона является обязанностью собственника. Спасибо. Марина из Сальхарда задает вопрос. Думаю, вопросы обстоятельные, крупные, я сразу предупреждаю, потому что тема такая. Думаю, не только нашу семью возмущает это добровольно-принудительное радство в виде ремонта домов на народные деньги. Пытаетесь ли вы найти какие-либо альтернативные, инновационные, как сейчас модно отчитываться в округе о своей работе, решение этого вопроса в нашем богатом регионе? Сколько можно за счет людей решать все финансовые проблемы в стране? Мы купили за свои деньги квартиру в капиталке на Манчинского. Почему мы должны платить за чужие ремонты? За свои деньги мы бы лучше косметический ремонт своего дома сделали. Построенные ведь эти дома более 20 лет тому назад платим за чей-то ремонт. А нашей очереди не дождаться. Так ремонта старых домов в Сальхарде хватит на полстолетия. Вот такой возмущенный. Начну с последней озабоченности, что не дождаться ремонта. Если дом попал в региональную программу капитального ремонта, ремонт будет произведен, несмотря ни на какие трудности, условия, как то сфинансирование или какие-то организационные проблемы. Это первое, что хотелось бы сказать, чтобы успокоить обратившегося собственника. В части ее вопроса, что возмущает эта система, давайте вспомним изначально. Во-первых, обязанность по проведению капитального ремонта возложена на собственников еще в 2005 году с момента вступления в силу жилищного кодекса. Организационно эта обязанность никак не была отрегулирована. И, соответственно, страна получила большое количество недоремонтированных домов, которые в массовом порядке стали признаваться аварийными и так далее со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потом был принят 185-й федеральный закон, который пытался как-то эту проблему решить. Это закон о создании фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства. То есть, там одним из требований было провести ремонты в виде софинансирования как со стороны собственников, так и со стороны государства. Изначально собственники платили 5% от необходимости суммы на капремонт, затем этот процент увеличился до 15%. И все равно ремонтных работ было недостаточно. Количество прибывающих домов, признанных аварийными, увеличилось кратно. В этой связи законодатель и придумал, не придумал, вернее, было принято решение, которое реализовалось в виде изменений в жилищный кодекс в декабре 2012 года. И, соответственно, с этого момента начинает в стране реализовываться новая система капитального ремонта, которая основана на финансировании за счет взносов, уплачиваемых собственниками, чем мы сейчас и занимаемся. Поэтому еще она во своем вопросе акцентировала, что она платит за чужие ремонты. Ни в коем разе. Это накопительная система для конкретного квартирного дома. Да, дома, которые в программе стоят по сроку ранее для ремонта, чем остальные, они ремонтируются в том числе за счет средств жителей, проживающих в тех домах, которые по сроку позже стоят. Но при этом, получив услугу в виде капитального ремонта, они продолжают платить, тем самым обеспечивая возврат средств, занятых у тех собственников. Для этого именно и создан фонд. Фонд занимается именно этой деятельностью, обеспечивает финансирование, следит за своевременностью реализации региональной программы. Так что, еще раз повторюсь, с чего начал, что если дом попал в региональную программу, провести в нем ремонт согласно тех услуг, которые в программе капремонта, это наша обязанность. Спасибо. Пользователь под ником Вася. Что делает, если в доме живет большинство неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги? Живут пьющие, опустившиеся люди, с них взять нечего, не работает и так далее. Куда обращаться, ведь страдает весь дом. И мы не можем организовать ни капремонт, так как должников много, ни права качать не можем по той же причине. Что касается работы с неплательщиками, здесь при условии, если фонд формируется на счете регионального оператора, то есть на нашем счете, то всю работу с недобросовестными плательщиками мы берем на себя. Она заключается на первой стадии в выставлении пени за несвоевременную, либо неполную оплату, и затем уже уведомление собственника о начале с нашей стороны претензионной работы, которая переходит либо в исковое производство, в обращение судебной инстанции и так далее. Поэтому мы здесь с собственником оказываем максимальную поддержку, дабы обеспечить исполнение нами взятых гарантийных обязательств по проведению капитального ремонта. С другой стороны, мы очень благодарны и всегда готовы на сотрудничество с собственниками, которые занимают активную позицию, и будем оказывать им всяческое содействие, в том числе приглашая их участвовать на стадии приемки выполненных работ и так далее. Спасибо. Ольга из Муравленко спрашивает, должна ли я платить за капремонт, если квартира в коммерческом найме? Платежка приходит с соответствующей графой. К сожалению, она обратилась к вопросу, но не указала конкретный адрес. Муравленко. Нам нужен конкретный дом, чтобы разобраться, потому что, акцентирую внимание на том, что платить обязан только собственник, либо лицо, в основном это юридические лица, у которого в жилое помещение находится на праве пользования. Еще раз акцентирую, платит собственник. Поэтому, если она не является собственником и ей приходит платежка, то просьба к нам обратиться либо на сайт, либо по телефону 41667 в городе Салихарде, код Салихарда 34922, и мы разберемся с этим вопросом. Но платить она не должна, если не является собственником. Я вначале чуть-чуть оговорился, платит либо собственник, либо лицо, у которого жилое помещение находится в оперативном управлении. Спасибо. Я надеюсь, на такой вопрос будет искать ответы найдет. Надежда задает вопрос, почему моей маме-пенсионерке с 72 лет ветераны труда приходят суммы на оплату взносов на капремонт. Ведь есть же льготы для этой категории. Кому все-таки положены льготы по уплате взноса на капремонт? С жилищным кодексом предусматривается возможность для субъекта в своих законодательных и нормативных актах предусмотреть возможность предоставления льгот для одиноко проживающих пенсионеров возрастом более 70-80 лет, либо проживающих совместно с людьми, не работающими пенсионного возраста и также от 70 до 80 лет на территории ЯНАУ такой закон принят. Обращаю внимание, что оплата для данной льготной категории проходит в виде выплаты компенсационных компенсаций. То есть, что это подразумевает? Это подразумевает, что собственник, получив от нас платежный документ, обязан оплатить взнос на капремонт, обратившись в органы социальной защиты по месту жительства с ходатайством на выплату компенсации при наличии такой возможности соответствия условиям, которые там прописаны в этом законе, получает обратно выплату, возврат этих денег. Вопрос от Николая. Почему, собственно, квартирного дом, которому не исполнилось 5 лет или 3 года, и который находится на гарантии застройщика в течение 5 лет, платим взносы на капремонт? Кому мы платим? Наш дом до сих пор ремонтируют по заявлениям собственников. Не УК, а застройщики. Зачем, спрашивается, мы платим эти взносы? Ну, здесь надо понимать, что, первое, жилищным кодексом, опять же, возможность освобождения застройщиков от уплаты взноса отдана на рассмотрение субъектам. На территории Янауа такого освобождения для вновь построенных домов и жителей, которые там проживают, не предусмотрено, поэтому они после актуализации оригинальной программы, то есть с момента попадания их дома в программу капитального ремонта, по истечении 8 календарных месяцев у них наступает обязанность платить взнос на капитальный ремонт. Соответственно, могу пояснить, почему это делается. Еще раз напомню, что взнос у нас установлен 10 рублей 50 копеек с квадратного метра. Он просуществовал уже 3 года. На 18-й год правительством округа принято решение его не повышать. И он обеспечивает, его своевременная уплата, обеспечивает накопление необходимой суммы для проведения всех ремонтных работ, запланированных региональной программой. Поэтому дом новый, но через 15 лет, через 20 лет наступает необходимость проведения ремонта того или иного конструктивного элемента, потребуются средства, и данные средства к тому времени будут уже накоплены. Если бы, ну, нужно порассуждать, там разные варианты решения проблемы, ну, допустим, освободили на 5 лет, но чтобы к нужному моменту накопить необходимую сумму, тогда взнос, соответственно, должен быть уже не 10 рублей 50 копеек, выше. Поэтому, ну, то есть варианты для собственника, в принципе, ничем не отличаются. Так они постепенно платят сумму, которая достаточно, скажем так, посильна. Олег задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, замена старой проводки в квартире входит в капитальный ремонт? Однозначно нет. Существует постановление правительства об утверждении правил содержания общего имущества на квартирную дома. Внутриквартирная проводка не относится к общему имуществу, соответственно... Так же, как водопровод внутриквартирный. Внутриквартирный, да. Нет, там именно по электрике. По воде это относится к общему имуществу. Стояки. Стояки, да, они относятся к общему имуществу, соответственно, ремонтируются в рамках программы. Данный вопрос по системе электроснабжения однозначно нет. Только лишь то, что находится в подъезде, до счетчика, который принадлежит конкретной квартире. Спасибо. Михаил из Нового Рингоя. Почему перечень видов работ по капитальному ремонту не входит в утепление фасадов домов? И это в арктической зоне. Понятно, что сейчас мы разгребаем последствия тепляковских и советских строек, но не включать утепление в капитальные ремонты на севере, это, извините, просто абсурдное решение. Возмущен Михаил. Данное решение, опять же, в рамках действующего законодательства, жилищный кодекс предусматривает шесть видов работ, которые, по мнению законодателя, являются обязательными и необходимыми. Это ремонт подвальных помещений, относящихся к общедомовому имуществу, ремонт фасада, ремонт крыши, ремонт фундамента, ремонт инженерных сетей. Соответственно, касаемо данного конкретного вопроса, опять же, есть отсылка на предоставление такой возможности рассмотреть на уровне субъекта. Ну, теперь опять можно посмотреть ситуацию в части необходимости утепления. Дома, которые построены по тем проектам, реализуемых в старые времена, они не были утеплены, и при этом, скажем так, при принятии решений, при проектировании для нашей климатической зоны никаких возражений не было. Это не говорит о том, что сейчас не требуется утепление, оно требует детальной проработки, потому что принятие решения необходимости утепления должно не только исходить от состава конструктивного элемента того или иного квартирного дома, но и от работы системы вентиляции, от работы системы отопления, качества оконных конструкций, конструкции, насколько они проницаемы. Все это должно подвернуться расчету, должен быть составлен теплотехнический баланс, то есть это работа уже для эксплуатирующей организации в части выявления именно той причины, которая создает некомфортные условия проживания в том или ином помещении. Мы данным вопросом продолжаем заниматься. Буквально вчера на уровне Ассоциации региональных операторов состоялся вебинар по применению новых подходов к утеплению многоквартирных домов. Но еще раз говорю, если будет на то достаточно предъявлено нам обоснование, мы готовы этот вопрос детально рассматриваться, давать свое предложение в правительство. При этом надо понимать, что соответственно тот установленный взнос, который сегодня существует, 10 рублей 50 копеек, его будет недостаточно. Мы предварительные расчеты проводили. При включении в закон ЯНА такого вида услуги, как утепление, понимаем, что минимальный взнос потребуется увеличить как минимум в два раза, что не для всех будет приемлемо. Но при этом, опять же, обращаю внимание, что законом и сегодня предусмотрена такая возможность. Собственники могут принять, рассмотрев ситуацию своим многоквартирным домом, могут принять решение о проведении данного, оказании данного вида услуги, но для этого надо будет принять решение об увеличении суммы минимального взноса. Это конкретно по каждому, по конкретно взятому квартирному дому. Поэтому законодательно для этого все возможности существуют, можно ими воспользоваться. Но на уровне округа, еще раз говорю, да, действительно, такой вид работы в закон Янмала-Немецкого округа не входит. Ну, надо сказать, что, в принципе, особенно качество последнее строительства, оно позволяет без утепления. Я знаю, большинство домов все-таки не требуют утепления. Валентина задает вопрос, как отбираются подрядные организации для проведения ремонта? Можно ли быть уверенными, что станет не хуже, как во многих домах? Может ли дом сам определить подрядчика или выбрать из какого-то перечня? Отбор подрядных организаций в настоящее время проходит по двуступенчатой системе. На первом этапе формируется реестр квалифицированных подрядных организаций. Буквально в январе месяц был проведен очередной этап, был завершающий этап проведения конкурса на попадание в реестр квалифицированных подрядных организаций. Для информации можно сказать, что из 30 заявок поданных для попадания в данный реестр только 15 призваны соответствующими законодательству и 15 организаций были дополнены в этот реестр. На сегодняшний день туда входят 82 организации. Из них 43, которые ведут деятельность из зарегистрированной территории Ямала-Ненецкого округа и 39 те организации, которые работают в других субъектах. Для примера можно даже сказать, что в последнюю заявку, и причем заявку поданную очень качественно, хорошо документы отработаны, попала фирма зарегистрированная в городе Хабаровске. Будет ли она работать здесь, это другой вопрос, но такие прецеденты есть. И уже на втором этапе из этого регистра технические заказчики проводят аукционы и отбирают подряд на организацию, которая будет проводить ремонтные работы. В части озабоченности будет ли хуже и опять же я понимаю, что это связано с качеством проведения ремонтных работ. Ну, ряд мероприятий, которые мы реализуем, они позволяют минимизировать возможность недостаточно качественной работы. Здесь и осуществление строительного контроля, здесь и качественная работа заказчика, добросовестная работа подрядчика, в том числе и контроль с нашей стороны. Мы после проведения ремонтных работ создаем приказом по фонду, создаем комиссию, которая уполномоченно осматривает законченные капитальным ремонтом дома, куда включаются помимо представителей органов местного самоуправления, управляющих компаний, обязательно включаются представители жилищного надзора. Если решение принимается о проведении ремонтных работ в общем собрании с собственниками, то обязательно включается представитель собственника. Мы считаем, это одна из действенных мер. И представители общественной палаты Ямал-Анинского округа у нас очень тесное взаимодействие. мы с ними заключили в свое время регламент взаимоотношений наших. В 2017 году мы очень тесно работали и носили корректировки в нашу совместную деятельность. И хотелось бы отметить, что общественники очень активно участвуют в этой работе. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, сегодня один из представителей общественников по городу Лабытнанге Кузнецов Анатолий Иванович, он очень активно участвует в том числе и в нашей деятельности в контроле за ходом проведения работ. Сегодня у него юбилей, он отмечает 70-летие, хотелось бы его поздравить и пожелать дальнейшей продуктивной работы, в том числе с нами. Цените вы своих помощников. Да, стараемся. Ну и был еще один из подвопросов с ее стороны, со стороны Валентины, может ли дом сам определить подрядчик или выбрать из какого-то перечня. Это возможно только в том случае, если фонд капитального ремонта формируется на специальном счете. Если он формируется у нас, то отбором подрядчика занимаемся по той системе, о которой я только что рассказал. Спасибо. Антонина Забара из Ноябрьска спрашивает, что нам делать, если после капремонта стало только хуже? Управляющая компания говорит, что это не зона ответственности, жилнадзор отправляет в управляющую компанию. В части проведения капитального ремонта обязательным условием в договоре заключаемом между техническим заказчиком, подрядчиком и нами это наличие гарантийного срока по проводимым работам а гарантийный срок должен быть не менее пяти лет. К сожалению, опять не указан конкретный адрес, конкретный дом, поэтому не могу сейчас проанализировать, что там за проблема. Могу сказать, что Антонина не обращалась ни к нам, ни в наш территориальный отдел в городе Ноябрьске. Мы не смогли вычислить ее по имени и фамилию. Для решения конкретного вопроса с качеством проведенных работ просьба обратиться в наш адрес и мы постараемся отрегулировать. Но еще раз говорю, что при наличии замечаний со стороны собственников работы как минимум не принимаются. если они выявляются после работ на следующий год, в течение гарантийного срока, то нам однозначно будут приняты все меры по устранению выявленных замечаний, если они являются результатом некачественной работы подрядной организации. Два совершенно конкретных вопроса. Виталий Стародумов из Надыма, улица Зверева, дом 1, самый первый дом в Надыме, срок капремонта 30-й год. Вопрос, почему так получается, что самый первый дом стоит на капремонт, последний, и вообще построит ли он еще до того, порастоит ли он в соответствии с постановлением правительства, которое подразумевает на первом этапе работу, профессиональную, активную работу управляющих компаний или субъекта, который занимается обслуживанием многоквартирного дома, то есть они проводят технический мониторинг состояния многоквартирного дома, затем свои предложения, наработки дают в органы местного самоуправления, которые и составляют муниципальную программу ремонта и которую впоследствии нам передают, и мы уже в целом формируем программу по округу. Поэтому в данном случае соответственно на первоначальном этапе скорее всего ряд домов построенных возможно и в более поздние сроки требовал ремонтных работ, которые можно было проводить ранее. В связи с этим муниципалитет и дал такое предложение, что данный дом отодвинули на более поздний срок. Но если собственники по каким-либо причинам считают, что ремонт нужно ускорить и перенести на ранний срок, они могут обратиться с данным вопросом опять же в управляющую компанию либо в орган местного самоуправления, где сформированы и работают комиссии по установлению необходимости проведения ремонтных работ. то есть обратившись в данную комиссию, комиссия рассмотрев документы, рассмотрев случай необходимости и пригласил экспертов, могут принять решение о переносе проведения ремонтных работ на более ранний срок. Там есть ряд условий, но это уже нюансы, но такая возможность существует. И вообще как же он может рухнуть, если он поможет памятник? Еще один конкретный вопрос. Третий микрорайон, 32-й дом, один из самых ужасных подъездов в микрорайоне. Может, стоит выполнить ранжирование и делать ремонт в домах, которые на самом деле в этом нуждаются? Вопрос, я так понимаю, из Губкинска. Ну, мы тоже, да, судя по позиции третий микрорайон, 32-й дом, мы тоже сделали вывод, что это вопрос из Губкинска, хотя автор не говорит из какого он города, но по данному дому можем сказать только одно, что, к сожалению, данный дом не включен в региональную программу капитального ремонта, поэтому к нам никакого отношения не имеет. Все, что касается ремонтов подъездов, это уже отношение собственников с управляющей компанией либо ТСЖ, то есть с тем субъектом, который занимается содержанием их квартирного дома, ну, тут они уже могут самостоятельно разобраться. Из Муравленко вопрос от Эрнеста Бавшина. Андрей Иванович, в городе Муравленко из-за действий подрядчика были сорваны сроки капитального ремонта домов в 2017 году. В этом году домов в программе еще больше, и резонно возникает вопрос, кто их, и главное, как будет ремонтировать. Создание любых реестров подрядчиков не гарантирует выход на рынок качественных строительных организаций. Ваше мнение, что можно сделать, чтобы не допустить ремонту недобросовестных подрядчиков. Можете ли вы выйти с инициативы на федеральный уровень в части изменения условий по контролю за подрядными организациями еще на стадии отбора? То есть проводить предварительную глубокую оценку таких организаций и сразу отсеивать тех, кто реально не потянет заявленные объемы работы? Длинно, правильно. Да, я хотел бы поблагодарить за данный вопрос. Вопрос поставлен грамотно, профессионально и чувствуется, что человек понимает, о чем говорит. Тут можно сказать одно. Еще раз возвращаюсь к 615-му постановлению. Это постановление правительства 2015 года, которое как раз и регламентировало новый подход к отбору подрядных организаций. Я частично уже в ответе на предыдущие вопросы эту тему затраивал. То есть идет двуступенчатая система. Вроде как выставлены жесткие требования, которые должны в свою очередь подтвердить профессионализм подрядной организации, желающей участвовать в реализации программы капитального ремонта. Но опять же обращаю внимание на те цифры, которые я уже называл, что из 30 подавших заявку на включение в реестр всего лишь прошло 15. Это говорит в том числе и о том, что все-таки уровень компетенции недостаточен. Второе. Опять же в рамках реализации данного 615-го постановления все, что связано с деятельностью подрядных организаций, там четко есть требования и в части профессионального состава, и в части требований к руководителю, что он должен быть специалистом именно в строительной отрасли, к сотрудникам и так далее. Реестр существует конкуренция, тоже постепенно набирает обороты и начинает уже бороться за подряды. Но есть еще один не очень хороший момент. Те условия функционирования организации на строительном рынке, они, к сожалению, едины по всей стране, трудности также едины. Подав и пройдя в реестр документы на попадание в этот реестр и по итогам рассмотрения документов попав в него, мы не застрахованы от ряда трудностей, которые возникают в работе данных организаций. Что я имею ввиду? Да, у него есть директор, у него есть пару сотрудников грамотных. И даже счета в банке. И счета, и все это проверено, все это и членство СРО, все это хорошо, все это замечательно. Работает он на одном объекте один год, все работает хорошо, вопроса нет, все. На следующий год человек переоценивает свои возможности и берет, как в данном случае получилось Муравленко, берет объектов больше, чем он может освоить, переработать. И тут уже начинают трудности. Специалистов не хватает, не только специалистов инженеров, а и специалистов, которые непосредственно ими руками все это будут делать. И вот здесь начинаются проблемы. Мы ежегодно требования повышаем к подрядчику, дабы у нас не было трудностей в юридической реализации этих требований, разрабатываем графики, проведения работ, постановлением правительства, нам есть такая возможность у заказчика. В случае фиксации нарушения сроков производства работы более чем два раза, мы имеем право расторгать с данной подрядной организацией договор и уже отбирать иную подрядную организацию. каждый год мы совершенствуем, пытаемся в этом плане отсеивать недобросовестные подрядные организации. Вплоть до того, что обращаемся в федеральную антимонопольную службу с ходатайством о признании недобросовестных подрядчиков таковыми и исключении их из реестра. пока таких случаев еще нет, но скажем так, кандидаты уже намечаются. Спасибо. Последний вопрос коллегии будет ваше право. Людмила из поселка Харп, вопрос касается интернета. Здравствуйте, всю информацию о работе фонда капремонта получаю на странице ВКонтакте. Там же мне удобно и получать ответы на вопросы. Скажите, считается ли письмо или комментарий, направленный на страницу фонда капремонта в соцсеть, официальным обращением гражданина фонд? Любое обращение, которое мы фиксируем, является для нас основанием для реагирования и ответа. Есть нюанс, что данное обращение взято нами из соцсети, по закону не подпадает под обращение граждан официально, но в любом случае ответ мы даем, невзирая на какие-то юридические нюансы. Поэтому мы внимательно мониторим социальные сети, мы предоставили такую возможность на нашем сайте, там есть рубрика вопрос-ответ, это все, что касается всех аспектов нашей деятельности, как то организация работы, наше функционирование, выставление платежных документов, какие-то спорные моменты по начислению взноса. Есть у нас такая рубрика, называется тревожная кнопка, это уже для немедленного реагирования и высказывания замечаний по проведению непосредственно работ по ремонту на квартирного дома. Еще раз повторю, мы максимально стараемся приблизиться к собственникам, к жителям. В прошлом году реализовали возможность на мобильном телефоне использовать возможность общения с фондом. Поэтому еще раз подытожу, любое обращение зафиксированное нами, поступившее как то по официальным каналам, по неофициальным, по телефону, в устном режиме, мы стараемся не оставлять без ответа. Спасибо. Коллеги, вопросы? Кто первый? Представьте, у нас в 2016 год был закон, касающийся капремонта домов, где спирматизация, то есть когда ремонт и спирматизация. Прокументируйте, пожалуйста, в чем суть этих поправок и если у нас на Ямале какие-то дома, которые входят в программу региональной. В двух словах это говорит о чем, что если до момента формирования региональной программы капитального ремонта целаса новой системы после внесенных изменений в жилищный кодекс, если до данного момента дом нуждался в капитальном ремонте и это было зафиксировано нормативными документами и подтверждено и это являлось обязательством публичных органов, то есть органов власти, местного самоуправления, то соответственно они должны реализовать исполнение этих поручений за счет органов местного самоуправления. Таковых пока обращений не поступало. от жителей до уплачивающих взнос они могут обратиться с вопросом что на момент формирования программы такое решение было принято предъявить подтверждающие документы и будет рассмотрен вопрос о проведении работ за счет не за счет собственника а за счет того кто давал эти обязательства. Поправки необходимы всегда потому что они происходят от понимания текущей ситуации. Поэтому работаем постоянно все нормативные документы регламентирующие нашу деятельность не являются догмой в тот же жилищный кодекс подвергается постоянному дополнению изменению. 615 постановление регламентирующей отбор подрядных организаций с нашей стороны тоже требует доработки. В этой связи мы не следим сложа руки мы работаем и с коллегами из других субъектов вырабатываем общие мнения общаемся смотрим какие трудности возникают и еще раз напомню буквально на днях была юбилейная дата два года с момента образования ассоциации региональных операторов Российской Федерации которая оказывает нам в этом плане большую помощь она консолидирует все замечания и в том числе активно работает с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации в части внесения изменений дополнений в эти нормативные акты. что касается нашей деятельности основной этап в части понимания собственниками необходимости своевременной оплаты взноса я считаю на Ямале оно уже зафиксировано то есть та платежная дисциплина которая на сегодняшний день есть а мы по прошлому году собираемость у нас подросла до 87% это с момента начала сбора взносов или 93,3% это в целом это за один год за 2017 говорит о том что люди понимают требования закона и готовы его исполнять ну а тот кто не понимает мы с ними работаем отдельным порядком очень внимательно усердно и кропотливо пусть не волнуется без внимания те кто не платят без нашего внимания они не останутся вот поэтому работа идет и здесь еще что можно отметить что вот эта часть пройдена поэтому основным вниманием остается и нашим это будет нашим приоритетом в текущем году это конечно обеспечение качества проведенных работ тут мы будем задействовать те механизмы которые уже даны и совместная работа с общественниками с собственниками ну и не лишнее будет вспомнить старый советский лозунг совесть лучший контролер поэтому просьба к подрядным организациям не пытаться что-то где-то утаивать контроль только будет ужесточен притом мне кажется здесь трудно утаить потому что контролируют все по крайней мере должны контролировать заинтересованные контроли все жители дома пожалуйста коллеги нас мучает сегодня гораздо больше журналистов что отрадно но где вопрос ваш пожалуйста вопрос по работе управляющих попали которая нас первое звено в прошлом сезоне когда выходя уже на объект выясняли что как таково обследование было проведено не так качественно как нужно было что определяют что возникает необходимость других работ каким-то образом вот этот момент к предстоящему сезону отрегулирован и можем ли мы вообще воздействовать в данном случае на управляющих компаний на управляющих компаний воздействовать кроме как пристедить мы не можем потому что напомню управляющих компаний либо ТСЖ либо иной субъект занимающийся обслуживанием многоквартирного дома делает это только с благословения общего собрания собственников они выбрали данную управляющую компанию и в их компетенции оценить ее качественную и работу ее компетенцию ее кадровый состав персональный состав и так далее да подобные случаи имеют место быть но сразу обращаю внимание что тут уже часть вопроса можно отнести и к подрядчику подрядчик участвуя в конкурсе заранее его не лишает никто такого права возможности побывать на объекте и посмотреть ознакомиться с ним подписывая договор на осуществление функции по ремонту того именно конструктивного элемента одним из пунктов там предусмотрено что подрядчик соглашается с тем что он согласен с тем видом работ с объемом и соответственно понимает что он ознакомлен с объектом и готов вести на нем работы бывают скрытые элементы которые заранее невозможно предусмотреть опять же законом предусмотрено увеличение объемов производства работ на непредвиденные какие-то нужды ранее он был 10% от общего объема работ сейчас составляет 15% опять же в наших договорах все предусмотрено подрядчик при выявлении этих непредвиденных работ должен немедленно проинформировать об этом как технического заказчика так и нас как регионального оператора как плательщика этих работ у нас жесткие сроки мы там в течение не более пяти рабочих дней обязаны все это рассмотреть и дать ему дальнейшее решение либо приостановить работы либо продолжать с пониманием того что эти работы нами будут оплачены так что законодательно все предусмотрено тут уже дело профессионального подхода к исполнению своих обязанностей на вопрос но пожалуйста как сейчас в подготовке непосредственно работ программе непосредственно работ будет на 133 домах насколько этот объем больше чем в прошлом году непосредственно по работам это больше чем в прошлом году мы изначально говорили что для проведения ремонтных работ необходима подготовка проектно-сметной документации и соответственно первый год достаточно много времени и ресурсов тратили именно на это сейчас проектная документация для производства работ в текущем году в основном уже разработана она прошла проверку в управлении которая дала положительное заключение о соответствии с метным нормированием по планированным работам вот я взял с собой цифры могу их озвучить да пожалуйста о том что по проблемам так проскочились а цифр вообще не было по сравнению вот по видам работ ремонт внутридомовых инженерных систем если в прошлом году количество данного вида работ было 87 то в текущем году их будет 117 ремонт крыши в прошлом году 42 в этом 74 ремонт фасада в прошлом году 20 в этом 62 поэтому 62 фасада точнее поэтому ну и по другим тоже идет увеличение как бы планы налицо задел очень большой поэтому основной вопрос компетенции подрядных организаций это обеспечение качественных и своевременно проведенных работ много цифр у вас я вижу если есть какая-то цифра которой гордитесь за прошлый год больше всего гордимся всеми цифрами в том числе гордимся уровнем собираемости можно озвучить мы уже отмечали у нас в прошлом году можно отметить как позитивный факт то что лидер по собираемости город Ноябрьск к концу года перешел на второе место у нас Муравленко подвинулось на первое да на первое это несмотря на то что там был некачественный ремонт немножко здесь нет там некачественный нет там был и в вопросе это правильно именно было отмечено там было затягивание сроком проведения ремонта некачественный ремонт там своевременно принимались меры отсюда и немножко и со сроками затянули поэтому но в итоге все-таки те подряд организации которые заканчивали эти работы они работы сделали по собираемости по состоянию на первое февраля я тоже хочу отметить что Муравленко немножко позиции потеряла теперь они с Ноябском на одной позиции по 94% у них собираемость но из тех которые работают у которых собираемость выше среднеокружного уровня который составляет 86% это по состоянию еще раз повторюсь на 1 февраля у нас в лидерах Муравленко Ноябск 94% у нас 92% город Лабытнанге Губкинский 87% 91% Салихард 88% Шурышкарский район по прошлому году прирост собираемости около 10% показал Ноуренгой к сожалению там проблемы еще остаются он пока до среднеокружного уровня еще не доработал мы продолжаем активную работу с собственниками в части с теми я имею в виду которые не своевременно либо не в полном объеме исполняют свои обязанности по оплате взноса как я и говорил никто из них не останется без нашего внимания тут только время нам нас немножко ограничивает но ничего как говорят дайте срок мы придем и к вам коллеги еще какие цифры интересуют вопросы Андрей Иванович радио Екатерина вот вы говорите работы проводим без внимания не останутся какие санкции применяете к неоплательщикам первонаперво просто ставим в известность собственника у которого есть задолженность о том что таковая задолженность существует это можно сделать проводим двумя путями первое это в платежном документе видно наличие долга и второе мы письменно через почту России уведомляем делали это разными путями пытались сначала заказными но люди видят откуда письмо не горят желанием его получить делаем это посредством обыкновенных писем которые размещением информации на подъездах на квартирных домов представляем если запрашивают там управляющей компанией они тоже помогают в этом бороться отдаем информацию ну и соответственно самая действенная мера это подача заявления на выдачу судебных приказов либо уже обращение в суды подчеркнулась подчеркнулась